ФМ-новости, с которыми нас познакомит Дмитрий Королёв. Здравствуйте. Добрый день. Единая сага будет в России и Белоруссии. Парламентское собрание Союза двух стран приняло соответствующий закон. Теперь необходимо внести изменения и в законодательство государств. В итоге у автомобилистов появится выбор заключать договоры, предусматривающие покрытие страховых случаев на всей территории союзного государства, либо только на территории страны, где зарегистрирована машина. Покрытие страховки будет осуществляться по законам того государства, где произошло ДТП. В вузах страны сегодня стартовала приемная кампания. Отмечается подача заявлений онлайн, началась и на госуслугах. Об этом говорится в сообщении Минцифры. Подать его можно на любые формы обучения, включая платное и целевое. После отправки заявления появится возможность отслеживать свое место в конкурсных списках в реальном времени, сообщает министерство. Тюменские фермеры в суде отстояли право устраивать экскурсии по вольерам с питомцами. Там содержатся африканские страусы, козы, коровы и другая живность. Разбирательство инициировал местный Россельхоснадзор. Сотрудники ведомства пытаются доказать, что предприятие является зоопарком, поскольку хозяйка проводит там экскурсии. А на это, как утверждают чиновники, нужна лицензия. Впрочем, закон не запрещает владельцам сельхосугодий приглашать туристов, но заработок от таких экскурсий не должен превышать 30% от общего дохода. Грядки грядками, но отдых превыше всего. Большинство россиян, а именно 66% опрошенных граждан, признались, что приезжают на дачу именно расслабиться. И в целом загородный домик для них место постоянного проживания, где получается комбинировать труд и отдых по очереди. Другие поделились опытом релакса на чужих дачах за неимением своей. Американский президент Джо Блайден вновь привлек к себе внимание очередной несмешной шуткой. Он сообщил, что разбирается в политике не хуже Генрия Киссинджера, поскольку занимается ей вот уже 207 лет. Напомню, Киссинджер считается патриархом американской дипломатии. Он единственный в истории человек, занимавший одновременно посты госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности. В мае политик отметил столетие. А вот президенту Джо Байдену осенью исполнится 81 год, при этом он выдвинул свою кандидатуру на новость от президента. И в завершение о валюте доллар на сегодня 83 рубля 98 копеек, евро 91 рубль 79 копеек. На этом пока все, а далее на ретро-фэн Таня Годунова и ваша любимая музыка. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА